Девочки, всем привет! Меня зовут Аля. Сегодня хочу начать исполнять свой главный запрос, который я все никак не могла исполнить. Сегодня решила попробовать начать. Я собрала небольшую часть своих сумок, которые я нашла, и обязательно будет еще продолжение. Поэтому давайте приступим без лишних слов. Начну, наверное, с таких старых сумочек, о которых я уже, может быть, и позабыла даже. Не так часто их ношу в последнее время. Но, тем не менее, очень их люблю. Вот одна из таких сумок, такая вот черненькая. Покупала я ее на сайте Алиэкспресс. Она с бахромой была. Она, по-моему, еще в сером цвете, если я не ошибаюсь. И в каком-то еще, точно не помню, то ли в голубом. Закрывается она очень легко. Такой вот замочек. У нее никаких кармашков нет. Она очень такая небольшая. Но все, в принципе, все, что нужно, в нее вмещается. Здесь вот от нее ремешочек лежит. И два кармашка. Там у меня чек. Один такой большой, без каких-то дополнительных карманов. И один поменьше. Классная сумка. Мне она очень нравится. Очень я ее люблю. И люблю также ее носить не со стандартным ремнем, а с каким-нибудь дополнительным. Тоже куплена с Алиэкспресс или с ГЕС. В общем, такая сумочка очень классная. Очень мне нравится. Если вы ее увидите, возьмите. Она такая прикольненькая. Выполнена из полиуретана. Вот такую вот кожу. Вот. Еще одна сумочка. Черного цвета. Вот такая вот она небольшая. Тоже у нее нету внешних никаких кармашков. И у нее идет ремешок через плечо. Конечно, она уже так опотрепалась у меня за время носки. Здесь у нее один карман побольше и два маленьких. Нравится мне хорошая сумочка. Вот. Ножки снизу. Так, дальше. Вот эту сумку. Про нее я очень много говорила, но так ее до сих пор не показала. Это, наверное, единственная из сумок ГЕС, которая у меня осталась. Она мне, в принципе, очень нравится внешне. Несмотря на то, что у нее золотистая фурнитура. Вот. Но, к сожалению, носить ее уже невозможно. Со временем она вся... Весь... Вся вот эта вот эко-кожа у нее начала трескаться. Вот. Но я ее храню. Не знаю, зачем. Наверное, ее стоит выбросить. Вот такой вот ремень с массивными цепями. Два отделения. Здесь кармашек. И тут еще кармашки. Вот такая вот сумочка. Очень симпатичная. Но, к сожалению, даже тут я вам покажу. Видно, что кожа у нее вся начала облупляться. Вот. Ну, ГЕСовские подкладки это нечто. Они такие классные, мягенькие, приятные очень. И вся сумка, вот она, по дизайну своему, конечно, говорит, что она очень такая дорогая и качественная. Но, на самом деле, все это только пыль. Так, дальше. Вот эта вот моя сумка тоже очень любимая. Тоже сайта Алиэкспресс я ее брала. Это бренд, если не ошибаюсь, польский. Так вот он читается. Ньюсель, по-моему. Такая вот сумочка. Сумка-портфель. У нее сзади один кармашек идет плоский. Ну, очень мало что может вместиться. И внутри у нее одно такое отделение. Кармашек сбоку и два кармашка маленьких, там, для телефона, для мелочей. Очень мне нравится. У нее есть в комплекте еще ремешочек с цепочкой. Такое вот. Но у цепочки очень дешевенький цвет золота. Мне он не нравится. У нее очень красивая подкладка. Посмотрите. Очень классно. Этот бренд очень дорого стоит, по-моему, на Алиэкспресс. Если не ошибаюсь, я уже давно не заходила. Я даже не знаю, есть ли этот магазин. Если есть, ссылочку оставлю. Вот. Да, кстати, видите, даже не сняла еще. Я ее ношу вот в основном с таким вот ремнем через плечо. Очень мне нравится. Классная подмога подходит. Очень ее люблю. Так. Такая вот у меня есть черная сумка. Тоже с золотой фурнитурой. Это Лав Маскина. К сожалению, Лав Маскина меня тоже немножко разочаровал. Здесь вот есть один кармашек. Очень классно, удобно. Можно на нем что-то хранить. Такое, что нужно быстро достать. Типа телефона, ключи, карточки. Тут маленький кармашек. Тут один поменьше. Он, кстати, у него такая здесь классная. Классная такая вставочка с сердечком. Здесь написано бренд Лав Маскина. Сумка очень крутая. Мне она очень нравится. В свое время ее очень часто носила. Но она очень быстро начала портиться. Посмотрите. Сейчас я приближу. Вот видите, вот этот вот поворотный механизм. У него обтерся весь до красного цвета. И в некоторых местах вот этот вот видно. Видите, кожзан начал облизать. А так сумка классная. Мне очень нравится. Очень стильно. Я ее часто носила. Люблю и сбрасывать пока не собираюсь. Несмотря на то, что ношу очень редко. Вот такая вот сумочка. Это бренд, под бренд Паула Кадематор, если не ошибаюсь, итальянского дизайнера. Никаких, естественно, здесь записей о том, что это Паула нет. Просто сумка ноунейм, китайская. Из кожи она натуральной. Здесь такие вот кармашки. Очень много кармашков. Как видите, во всех сумках у меня что-то лежит. Вот очень такая прикольная сумочка. Мне она очень нравится. У меня такой необычный замочек. На лето самое то, но вот, к сожалению, из-за того, что она из натуральной кожи, из-за того, что у нее очень много вот таких вот всяких заклепок, вот эта вот цепь у нее железная. Она очень много весит. И долго ее не проносишь. Я ее, к сожалению, редко ношу летом, потому что летом, в принципе, хочется все себе скинуть. А вот она очень много весит. Прям невозможно. Так, вот эта вот сумка тоже мне очень нравится. Тоже на сайте Алиэкспресс. Вот, я там даже видна немножечко. Но у нее, к сожалению, беда случилась. Сын ее мне побросал, и у нее вот эта заклепка отлетела. Не знаю, что с этим делать. Надо как-то этот вопрос решать. Выбрасывать я ее тоже не хочу. У нее такая вот длинная цепочка через плечо. Вот она не очень вместительная, но мне нравится она. Я ее влюбила носить и вот так вот, как клатчик с собой. Ну, так куда-то выбежит. Она очень прикольная. Тоже кожа. Вот, я не знаю, прессованная или нет, но очень классная такая сумка. Мне очень нравится она. Так. Так, теперь покажу вам вот такой вот клатч. Это клатч из Love Republic, если не ошибаюсь. Ему очень много-много лет. Такой вот кармашек, один сзади. Тут карман. И тут на молнии один кармашек. Здесь вот бирочка даже Love Republic есть. Это, наверное, клатч. Еще со времен, когда Love Republic только появился у нас в городе. Раньше, я помню, вместо него был магазин такси назывался. Мне он очень нравился. У него была классная одежда. А потом, я так и не поняла, то ли это его переделали в Love Republic, то ли просто магазин там сменился. В общем, я не поняла. Классный магазинчик был. И вот такие вот у него, как призмочки. Такая вот выделка. Очень классная. Они, по-моему, выпускались у них в двух сезонах, если не ошибаюсь, если не больше. А у меня подруга потом через какое-то время купила себе такой же черного цвета. Очень прикольный, такой праздничный. Я, в принципе, клатчи не часто ношу. И в последнее время даже я их практически вообще не ношу. Но вот иногда что-то хочется такое. Избавляться не собираюсь. Он, соответственно, выглядит так же, как я его покупала. Ничего с ним не случилось. Очень классный. Вот этот вот клатч я покупала в магазине Zarina. Он такой большой, как папка. Здесь, по-моему, мне кажется, что это же, наверное, формат А4 влезет. Он из полиуретана. Но, тем не менее, у него очень хорошее качество. Подкладка у него, видите, такая, как бархатная. В общем, я даже не знаю. Да, Зарина это. Зарина. Вот такой вот он прикольный, вместительный. У него яркий очень цвет, летний, с каким-то таким простым платьем. Очень классно будет смотреться. Вот эта сумка у меня тоже с сайта Алиэкспресс. Я думаю, все узнали этот бренд. Под какой бренд, вернее, она сделана. Она сделана, по-моему, из прессованной кожи. Вот. Это же кожа такая, немножечко необычная. Вот она открывается таким вот образом. Застежка, кстати, не очень удобная, поэтому я не знаю даже. Советовать ее точно вам не буду. Такая вот сумочка. Хотя я видела отзывы, многие пишут, что и хорошо у них закрывается. В общем, может быть, мне просто не так повезло, что у меня не всегда получается с первого раза. Она бывает в разных сочетаниях цветов. Я взяла вот такую вот голубую, с такой розово-неоновой вставкой. Мне очень нравится. Такое сочетание очень стильно смотрится. С джинсами, футболкой вообще супер. На лето суперская сумка. Выглядит очень дорого. Девочки, вот эта сумка, это позор на Майси Дина. Покупала я ее в группе ВКонтакте. Ну, очень уж она мне понравилась. Ссылку на магазин я вам оставлю. Она суперского качества. Выполнена она из натуральной кожи. Такая вот сумочка. Мне очень нравятся вот эти кошечки. Прям балдею от них. Это натуральная кожа. У нее, естественно, ремешок только маленький. Как в оригинале. И нету никакой застежки. Через плечо, вернее. Нету ремешка. Поэтому не для всех это удобно. Но вот... Ой, сейчас забыла, как она открывается. Проще, когда она на плече. Такой вот у нее подклад. Как в оригинале. Сейчас я вам покажу. Такой вот подклад. Скажу честно, я уже ношу ее редко. Потому что вот эта мысль о том, что... Кто-то может меня увидеть, у кого есть оригинальная. Кстати, вот у меня тоже там всякие штучки шли. Вот. Они меня останавливают. А так, наверное, бы я носила ее. К сожалению, в последнее время я ношу чаще обычные сумки. Но вот это... Потому что она у меня стоит на полочке. Я на нее любуюсь. Она мне очень-очень нравится. Прям вообще очень нравится. И качество у нее действительно хорошее. Уже я не знаю, насколько она отличается от оригинальной сумки. Но... Вот если на нее внешне так посмотреть, то она выглядит очень дорого. Прям очень дорого. Суперская сумка. Обожаю ее. И ключик лежит в сумочке тоже. Вот храню ее в пыльничке у себя на шкафчике. И смотрю на нее постоянно. У меня как дурочка снимала что-то. Я не поняла, сняла я ее или нет. Вот такая вот сумка мне очень нравится. Она выполнена из натуральной кожи. У нее один отдел. У меня там планетки валяются. А здесь на молнии кармашек. И один еще такой кармашек. Классная сумочка. Вот она выполнена из натуральной кожи. И у нее вот это вот фурнитурный металл. А не какой-нибудь легкий алюминий. В общем, она очень-очень тяжелая. Невыносимо тяжелая. Но я ее обожаю. Классная сумка. Цвет у нее такой прям ярко-красный, благородный. Смотрится очень круто. Так, я уже запыхалась, если честно. Потому что я тут наклоняюсь, поднимаюсь, наклоняюсь, поднимаюсь, говорю. И уже все. Меня уже не хватает. Эту сумку я вам показывала в распаковке. Сумка ГЕС. Очень она мне полюбилась. Девчонка я какое-то время ее вообще не носила. А потом просто не снимала ее. В общем, у меня там даже что-то валяется. Недавно я с собой что-то таскала. Вот это у меня помада Balmain. Еще помада GOSH моя. Резинка для волос. Пластыри. В общем, классная сумка. Очень ее люблю. Она у меня, кстати, вообще никак не потрепалась. И я в надежде, что, может быть, мне в этот раз как-то повезло. И все сумки у меня проживут подольше. Будут меня дольше радовать. Вот эта сумка я вообще никак... Никак мне не разочаровалась. И я очень счастлива, что я ее купила. Прям вообще супер-супер летом. Я ее очень часто с собой достала. Девочки, я уже села, потому что я уже, честно говоря, устала. Вот такая вот сумка у меня еще появилась. Тоже она с сайта Алиэкспресс. Приехала она ко мне еще в начале лета. Я на нее еще ни обзор не писала, ничего. Но очень тоже она мне нравится. Классная. Она, походу, из прессованной кожи. Посмотрите, какое у нее оформление. Вот этот вот глазик красный акриловый. Большой-большой-большой. В общем, она суперская. Тут у нее тоже такие вот... Снизу у нее ножки. А здесь у нее один отдел. Где-то у меня как всегда мусор какой-то. Заодно покажу, может, у меня здесь осталось. Санитайзер у меня нет тут. Немножко тик-така. Крем. И фраше валяется. Ну, какие-то фантики. Пластыри. Естественно, пластыри. Все лето я с собой достаю пластыри во всех сумках. Потому что, гуляя с ребенком, он все время натирает ноги. Или кто-то это. Я натираю ноги. В общем, такая... Кстати, вот... Хотела вам показать ремень, который я купила с сайта ГЕС. Вот это он. Такой вот классненький. У меня тут еще такая вот бирочка ГЕС. Кнопочки только с одной стороны. А с этой стороны регулировка. В общем, с этой сумкой я его и таскаю. Это моя сумка Кадель. Вот такая вот сумочка. Так, что я вам показала. Сумка хорошая моя. Тоже вы ее уже видели. В принципе, о ней говорить нечего. Тоже я ее люблю всецело. И очень жалею, что не купила. Недавно на сайте бутик была распродажа. И вот там продавалась сумка из гладкой кожи. Клубой. С металлической надписью. Продавалась она за 9500, по-моему. И на нее еще дополнительно была 20% скидка. То есть за 7000 можно было купить эту сумку. В общем, я хотела ее купить. На нее смотрела, смотрела. В какой-то момент зашла, ее уже не было. Так что пока я ворона думала, ее уже раскупили. Ну, там такая обычная. У нее ничего нет. Никаких кармашков сверху. Здесь у нее один отдел и один кармашек такой. Она не очень вместительная. Но все главное, что я ношу в своих сумках, все всегда вмещается. Поэтому, в принципе, она меня полностью устраивает. Она из такой вот софьяной кожи. Вот. И я вам показывала уже, что мне не устраивает. Думаю, если кто-то хочет, кто не видел это видео, может посмотреть. Вот такую вот сумочку я себе еще купила на выход. Это сумка бренда Рыбекка Минков. Она вот полностью украшена стразами. Такая вот она очень красивая. Цвет у нее хаки. Такой вот у нее логотик. Типчик тут и ножки в виде шайбочек. Классная сумочка. Такая вот она маленькая. Один у нее отдел здесь. В комплекте идет ручка. Тут кармашек. Ну, в принципе, и все. Вот. У меня с ней, конечно, пришла, приключилась беда. Она когда пришла, у нее вот тут вот отвалился камушек. Причем, судя по вот этим вот петелечкам, не знаю, будет видно или нет. В общем, он не оторвался, а именно был не прошит. То есть его можно починить. Мне вернули 20% стоимости от этой сумки. Вот. Можно было, конечно, бы ее вернуть, но я решила, зачем. Она мне вышла 20% скидка. Не так уж и дорого. Вот. Но я ее еще пока ни разу не носила. Может быть, на Новый год я ее надену. Возьму с собой. Вот такая вот сумочка. Очень симпатичная. Мне она нравится. Но она такая вот не на каждый день. Хотя, в принципе, если так подумать, ее можно носить и ежедневно. Либо вот так вот ее повернуть. Либо кто не боится излишнего количества камней. В принципе, можно и так ее носить. Подосенние наряды. Очень красиво она будет смотреться с какими-нибудь коричневыми сапогами. В общем, супер-супер. Очень мне она нравится. Очень симпатичная. И вот такая вот маленькая сумочка. Это бренд про Чаолини. Сумка-мешок. Кстати, у меня так много корсов. У меня остались документы. Тут, между прочим, бирочка из магазина. В общем, хлам-хлам. Все. Дану. И вот такая вот сумка у меня еще есть. Это сумка бренда Брича Олени. Вот такая вот маленькая. У нее тут буковка Б. Никаких кармашков нет. Просто сумка-мешок. На одной цепочке. Внутри у нее, не знаю, кармашек есть. Вот один на молнии. Я вот ее еще ни разу не носила. У меня, в принципе, все бирочки от нее так и лежат. Вот такая вот сумка. Очень классненькая. С летним платьишком. Супер будет смотреться. Даже, опять-таки, с джинсами и футболками тоже неплохо. С этой сумкой я сейчас хожу. Это сумка Майкл Корс. Она такого вот цвета бетона. Серебристой фурнитурой. Очень классная. Очень уместительная. Здесь у нее этот карман, как я люблю. Вон тут этот вот пилочек их фирменный. Тут перекрутился, перекрутился, перекрутился. Очень длинный ремешочек. Очень удобно носить через плечо. Ну и, соответственно, тут все. Один карман тут. И один карман тут. Это, кстати, у меня билеты. Мы в цирк ходили с сыном. В эту субботу. Очень понравилось цирковое представление. Цирки на фонтанке. Цирк на льду называется. Очень классно. Интересно было. Первый наш поход за долгое время. И он был очень-очень счастлив. А мне кажется, что я с мужем была счастлива гораздо больше, чем мой сын. В общем, такая вот сумочка. Ну, не, в принципе, рассказывать нечего. Я думаю, все эти сумки видели. Тут можно ее увеличивать в объеме. Но, в принципе, она и так очень вместительная. Что-то тут мне давит. Так что, я боюсь, как у меня этим испортится. Сейчас посмотрю, что там у меня. Помада. Помады мои. В общем, сейчас их переброшу. Вместо. Вот так вот. Такая вот сумочка. Тоже моя любимая. Она из софьяной кожи. И это из-за этой кожи очень легко ухаживать. Как вы знаете. Поэтому, если хотите сумку себе на долгие века, покупайте кожу софьяна. Такая вот сумка. Так, что еще, что еще, что еще. А, вот эту сумку тоже я уже показывала. Это из пола. Я, в принципе, все литочки уже так подрезала. Там что-то, конечно, вылезает все равно еще где-то. А так, ну, сумка, как сумка. Тоже мне очень нравится она. Кстати, потому что у нее вот этот вот материал очень такой, как сказать, мягкий. У нее влезает гораздо больше, чем во все, по-моему, многие сумки такого же размера. Потому что вот она так очень легко может принять форму под другие предметы. Поэтому, если кому-то интересно, побольше по нее посмотреть. На моем канале видео про эту сумку есть. В принципе, про эту сумку тоже. Вот. Тоже она такая ничего. Хорошенькая. Не супер качество. Но она мне нравится. В нее все вмещается. И вот у нас... У нас в нашу погоду вот этот цвет, конечно, более актуальный. Такой серенький, темный. Для меня еще сумка в таком же цвете. Скоро должна приехать. Обязательно при нее вам расскажу. Что, что еще, что еще я вам должна показать. Даже не знаю. Вот из того, что я с собой притащила сейчас. По-моему, это все. Еще у меня тут осталось. Лежит моя любимица. Любимица для детей. Сумочка ГЕС. Вот эта вот. Большая, крупная. Ну, вот я хотела показать ее с большими сумками. Потому что я сегодня больших вообще не показывала. Покажу сейчас. Так что у меня, думаю, там тоже наберется много сумок. Отдел здесь. Большой отдел тут. Видите, у меня тут подгуза валяется. Здесь кармашки. Здесь кармашки. Бахилы лежат. Видите. Все, все в ходу. У меня ничего не лежит. Если кто-то переживает, когда же все это я ношу. Ношу я все это постоянно. В каждый день по нескольких раз я выхожу. Да, видите, я богатая. Ухожу куда-то, потратить деньги, погулять с детьми. И все вот у меня. Все носится. Что-то, конечно, уже позабыто. Все позабытое надо выпросить. Но вот у меня пока не дошли руки. Вот, в принципе, наверное, это все. Что я хотела вам сегодня показать. Обязательно будет еще одна часть. Когда эта часть будет, я не знаю. Поэтому можете писать мне запросики. Чем больше напишите, тем быстрее я все это сниму. Все. Пойду к своей дочурке. Пока мой сын еще гуляет. Я соберусь. И мы пойдем с ней погуляем вдвоем. Будет у нас такой девичий выход. Всем спасибо, девчонки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok